МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава администрации округа недоволен санитарным состоянием Уссурийска. В компании специалистов городоначальник посетил район 5-6 километров. На каждой остановке нарекания в адрес работы коммунальных служб. С подробностями Ольга Муравьева. Евгений Корж провел выездное совещание в районе 5-6 километров. Зрелище не из приятных, делает вывод глава. По пути следования специалистов несколько остановок, и на каждой есть повод для замечаний. Разбросан бытовой мусор, некошеная трава, грязная прибордюрная зона. Пять колодцев, и все ветки стоят. У нас что, нет закрытий? Володь, это что-то... Это бесхозные колодцы. Это наши колодцы. Мы искали собственник отцов. Колодцы на Кирова закроют крышками в ближайшие дни. Этот вопрос глава лично взял на контроль. А вот на Лемичевской работе непочатый край. Уже скоро выпадет снег. А тут засохшая трава в человеческий рост. Общее ощущение запустения территории. Гаврилов, в чем проблема? Вы скажите, в чем проблема? Почему вы не успеваете ваши люди смотреть? В чем проблема, я понять не могу. С управляющей компанией проработаем. Мы действительно в этой контейнерной площадке замуслены. Янкин, вы в управляющей компании забыли, как с ними работаешь? На соседней улице Короленко тоже неприглядная картина. Канализационный люк без крышки. А внутри свалка. Складируют жители мусор и рядом. Напротив спиленные ветки, до которых тоже никому нет дела. Нужен иной подход. На месте принимает решение глава администрации. Загрепление каждой территории округа по району за замами и за руководителями наших управлений. Чтобы они смотрели и докладывали службам, что где есть мусор, как убирается или не убирается. Если кто-то не реагирует, конечно, сразу будет докладывать мне. Мы будем делать уже по-другому. В самом конце улицы Советской видно, что жители радеют за свою территорию и содержат здесь все в чистоте. Бытового мусора вдоль кюветов нет. Но здесь другая напасть, с которой жители живут уже много лет. Улица Советская. В смысле, да. Мы здесь отсыпали вот скальника, тут вообще проезда нет. Подожди, сейчас как здесь есть, ты мне можешь объяснить? Когда вы здесь были в последний раз на этой улице? Как вы здесь воду не отвели? Почему вы уклоны не сделали? Кюветы. Как? Это что такое? По пути глава замечает, что отремонтированные в прошлом году улицы начали разрушаться. Их необходимо восстанавливать по гарантии, делает акцент глава. Несколько раз в неделю Евгений Корж осматривает территорию. В следующий выезд назначенные замы будут держать ответ за беспорядки. Кстати, на наведение чистоты с 2019 года увеличится финансирование. Сумма составит 308 миллионов рублей. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. 40 тысяч кубометров в среднем такой объем воды проходит ежесуточно через городские очистные сооружения. Это 600 тысяч полных ванн или, например, 630 тысяч стирок в машине автомат. Что делают со стоками, прежде чем сбросить в реку, узнавала Тамара Илюхина. Первая линия очистных сооружений Уссуриска была построена в 60-х годах. С развитием города расширялась. Действующие линии вводили в эксплуатацию с 92-го года. Пропускная способность до 55 тысяч кубов стоков в сутки. Очистные сооружения МУП Уссуриск-Водоканал считаются одними из лучших в стране. Стоки проходят несколько этапов очистки, полностью пригодны для сброса в водные объекты. Современное оборудование позволяет очищать их до необходимых норм и требований. Сток поступает как в хозбытовой из города, так и в промышленные стоки. Очистка делится на три этапа. Это механический этап, этап механической очистки, этап биологической очистки и обеззараживание стоков ультрафиолетом. Все этапы на очистных сооружениях канализации взаимосвязаны и работают как единый организм. От 30 до 45 тысяч кубометров воды ежесуточно. Сначала грязные потоки должны пройти первый этап очистки – станцию решет. Здесь задерживается крупный мусор, ветки, тряпки, твердые бытовые отходы. Все то, что попало в домашние сливы и городские стоки. После вода очищается от песка. Затем от лишних примесей в первичных отстойниках. Жиры и нефтепродукты всплывают на поверхность. Осадок скапливается на дне. Далее осветленный сток проходит биологическую очистку, перемешивается в коридорах с активным илом и насыщается кислородом. Так происходит биологическое окисление. Раньше стоки обеззараживали хлоркой. Теперь же задача сделать воду живой, соответствующей нормой, пригодной для возвращения в реки. Поэтому последний этап очистки стоков – обеззараживание, облучение ультрафиолетом. На данный момент мы заканчиваем очередной этап модернизации очистных сооружений. Это включает в себя ремонт вторичных радиальных отстойников с заменой оборудования. Основной целью этих работ является повышение качества стоков. Работу оборудования на станциях, отстойниках, а также контроль автоматических систем осуществляет сменой с 7 человек. Днем и ночью очистные работают бесперебойно. Температура стоков всегда держится не ниже 10 градусов. Это позволяет бактериям и микроорганизмам перерабатывать, окислять загрязнение. Очищенные стоки проходят контроль в производственно-аналитической лаборатории предприятия. Новое оборудование в разы повысит показатели качества очистки. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Ремонт завершен. Специальная комиссия оценила дворы, в которых навели порядок по программе формирования современной городской среды. Компанию-экспертам составила и наша съемочная группа. Двор по Куйбышево 38 в этом году преобразился. От управляющей компании жильцы узнали о муниципальной программе формирования современной городской среды и решили поучаствовать. Сделали проект, куда вошла вся территория вокруг дома. Собственники заплатили только 5% от суммы ремонта. Остальное выделили из бюджета. Мы таких денег бы не собрали. Это прям идеальная программа для нас была. Мы бы никогда за домом не сделали бы тротуар. Он у нас никогда не делался. Дому уже 40 лет в следующем году будет. Прямо у нас вид преобразился. Красота. Довольные жители Пролетарской 89. Строители заасфальтировали дворовую территорию и подъезды к ней. Установили бордюр, урны и скамейки. Сделали систему водоотведения. За такой список работ со всей пятиэтажки потребовалось меньше 50 тысяч рублей, которые жители без проблем списали со счета дома. Ждали долго этого. Я с первого дня этого дома живу. 41 год в этом году, как мы прожили здесь. И я даже не помню, чтобы хоть когда-то был ямочный ремонт. Одни ямы сплошь. Ну, теперь стало хорошо, красиво. Такую территорию хочется содержать в порядке, говорят жители. Весной в планах побелить бордюр и подсыпать клумбы. Мечтают и о новой детской площадке. Будут искать подходящую возможность. Напомним, в этом году по программе благоустроили 28 дворов. Большинство уже прошли проверку специалистов. Осталось принять 6 объектов. Всего на ремонт дворов Уссурийска из краевого и местного бюджетов направлено более 52 миллионов рублей. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Общежитие ДВФУ на Некрасово здание в Уссурийске известное. Со времен его постройки там не было капитального ремонта. Условия проживания студентов оставляли желать лучшего. Руководство университета исправило ситуацию. Теперь в здании меняют окна, обновляют сантехнику. Об остальных работах в нашем сюжете. Сквозняк в окнах, обшарпанные стены и дырявые полы. Все это про общежитие ДВФУ по улице Некрасово, в котором живут более 900 будущих педагогов. Руководство университета наконец решило улучшить бытовые условия потенциальных учителей. В здании теперь идет капитальный ремонт. В школе педагогики ведется достаточно серьезный объем ремонтных работ. Давно назревшая необходимость, поскольку здания построены еще в прошлом веке. И порядка 30 лет серьезных ремонтных работ капитального характера здесь не проводилось. Раньше студенты могли сделать только ремонт косметический. Разве что своими силами. Да и горячая вода никогда не текла из крана за всю историю здания. Мылись будущие педагоги с помощью подручных средств. В общем, тут или развиваешь снуровку и изобретательность, или закаляешься. Польза от спартанских условий, конечно, есть, но на первом плане должна быть учеба. А тут отвлекаешься на бытовые проблемы. Я вставала в 6 утра, чтобы помыть голову, набирала ведра, тащила их в тазики, разводила воду в тазиках и мылась под ковшиком, скажем так. Конечно, сложно. Это забирает вообще много времени, чтобы вообще, как человек, помыться или что-то такое. Забирает очень много времени и нет времени на учебу даже иногда. И вот проблема решена. Студентам дали горячую воду. Также в каждой комнате обновляются технику и меняют деревянные окна на пластиковые. Шпаклюют и красят стены, стелют линолеум. В планах ремонт межпанельных швов. Завершить работу обещают до нового года. Поэтому после каникул все студенты будут жить в тепле и уюте. Все, что угодно, лишь бы учились хорошо. Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс. 25 ноября мамы принимают поздравления. Впервые праздник отмечался 20 лет назад. Ежегодно этот день обрастает новыми традициями. Сотрудники госавтоинспекции Уссурийска в канун Дня матери посетили женскую консультацию и родильный дом. С какой целью узнавала Ольга Муравьева. Совсем скоро все они станут мамами. Для кого-то это случится впервые. Кто-то уже гордо носит почетное звание. Сотрудники госавтоинспекции в женской консультации провели лекцию на тему, как обезопасить малышей. Законом запрещено перевозить детей без удерживающих устройств в машине. Но часто родители пренебрегают правилами и сознательно идут на риск. За последние несколько месяцев три маленьких ребенка погибли в авариях на дорогах края. Конечно, задумывались, еще не покупали. Но вот буквально уже в скором времени планировали заняться этим вопросом. Сейчас как раз задала вопрос спектру, как выбрать. Потому что их очень много и как там их выбирать правильно неизвестно. Основных требований при выборе детского автокресла несколько. Удерживающее устройство должно иметь жесткий каркас, строго соответствовать возрасту и верно располагаться в машине. Закон не запрещает перевозить малышей в кресле на переднем сидении. Но стражи порядка предупреждают. Это небезопасно. Лично мое мнение, как инспектора ГИБДД, что мы встречаемся очень многими случаями на дорогах и видим, что это небезопасно. Мы рекомендуем родителям перевозить своих малышей на заднем, за водителем. Так как у любого водителя взрослого срабатывается стиль самосохранения. И когда мы предвидим данную ситуацию, столкновение, мы уводим руль от себя, соответственно, и своего ребенка спасаем. У этих женщин еще есть время в запасе для выбора удерживающего устройства. А вот в семье Шастун сегодня самый счастливый день. Маленькая Даша вот-вот увидит братика. Цветы, шары, счастливые лица. Все родственники в сборе. Среди гостей на этом празднике сотрудники полиции с очень нужным подарком. Сотрудников МВД и лично сотрудников ГИБД дарим вашей семье вот такую вот коляску, чтобы безопасно перевозили вашего наследника с соблюдением правил дорожного движения. Спасибо огромное. Спасибо. Такие правила, конечно, беспрекословно мы выполняем. И всем рекомендуем, чтобы детей пристегивали только, возили в детских креслах. Ну и сами не забывали пристегиваться и соблюдали правила дорожного движения. Не нарушать должен каждый родитель, будь он пешеходом, пассажиром или автомобилистом. А при появлении нового члена семьи, мамы и папы, кроме пеленок и распашонок, обязаны планировать еще одну обязательную покупку – детское удерживающее устройство. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. Мусор-шоу прошло в Центре детского творчества. Участники показали, как из пластика и бумаги сделать нарядный костюм. Школьники справились на ура, получилось очень даже красиво. За эко-моделями наблюдал Илья Аманатов. Воротник из пластиковых стаканчиков и платье из мусорных мешков. Наряды из отходов не в целях экономии, а экологии ради. В Центре детского творчества прошел показ мод, где участники показали креатив и изобретательность. Мусор-шоу – конкурс ежегодный. Цель его – привить детям бережное отношение к природе. Я была маленькая, в детстве участвовала в этом конкурсе. Поэтому этот конкурс очень, вообще, на самом деле, давно проводится. Цель этого конкурса у нас – экологическое воспитание, в первую очередь, чтобы дети знали, что из обычных вещей, которые мы используем, каждый день мусора, они, можно сделать что-то нечто прекрасное. В гримёрках полным ходом идет подготовка. В роли модельеров – преподаватели. Они и помогают детям нарядиться к выступлению. Самостоятельно это сделать сложно, тем более, когда костюм объемный. Или состоит из многих частей, которые аккуратно надо скрепить в единое целое, уже на самой модели. Образ создан. Осталось настроиться морально, ведь выход на сцену – дело волнительное. Тем не менее, участники готовы покорять зрителей и жюри. Итак, 22-я школа, самые харизматичные, самые крутые. Приходите и смотрите. Е-бой! Почти 30 образовательных учреждений решили выяснить, кто на подиуме смотрится лучше. Эко-модели дефилировали в нарядах, которые готовили неделями. Тут и всех умывальников, начальник и герои фильма «Малефицента». Кто на что гораст. В ход шли обломки сидидисков, пакеты, бумага, одноразовая посуда и все то, что уже изжило себя в быту. Ну, готовили две недели. Девочки принимали активное участие. Все сделано из старых учебников, из мусорных пакетов. Старались все. Ну, вот так. Это идея нашего трудовика Ольги Владимировны. Она меня позвала, но я решил себя показать в этом творчестве. То есть мы придумали это все сами. Мусорные мешки, пакеты. Все это мы сделали сами. Призовые места определили в трех номинациях. Первое место у 11-й школы в категории «Сказочные персонажи». Лучшей в группе школьная форма стала 133-я гимназия. И в праздничном наряде золото получила школа номер 30. Теперь осталось готовиться к эко-марафону, который состоится в декабре. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс. Воспитанники Уссурийского детского дома поедут в Лондон. Юные спортсмены стали чемпионами во всероссийском футбольном турнире, который прошел в апреле в Сочи. И получили главный приз – товарищескую встречу с клубом «Арсенал» в Англии. Воспитанники Уссурийского детского дома тянутся к спорту. Дети охотно идут на тренировки каждый день. После занятий в школе сначала разминка, потом тренировка. Сначала мы там разминаемся, потом играем. И все. Но еще мы ходим в школу. С понедельника. Через день. Там просто футбол играем. Ребята в октябре приняли участие во всероссийском футбольном турнире и заняли первое место. За это получили неожиданный приз – поездку в Лондон. В Англии детей ждут несколько экскурсионных дней и товарищеская встреча с ровесниками из клуба «Арсенал». Уссурийский округ гордится нашими спортсменами. Мы первые вообще в России, кто едет на тренировку с клубом «Арсенал». В Англию наши ребята едут. Большое им спасибо. Они, конечно, красавцы. Просто по-другому никак не скажешь. И они выиграли чемпионат России среди детских домов и получили эту путевку. Административный округ всегда помогает. И весь округ помогает, чтобы они туда икрают, чтобы наши ребята туда уехали. Тренеру и игрокам вручили новую форму с уссурийским гербом. В новых костюмах мальчишки выйдут на поле в Лондоне, чтобы поучиться у более опытных ребят. Игроки «Арсенала» проведут для наших парней мастер-класс. Призы, победы, поощрения мотивируют юных футболистов не пропускать тренировки. После уроков они с воодушевлением бегут в спортзал. Они бегут, потому что они видят, как ездят часто везде. Полностью на край, на дальний мы почти выиграем всегда. Всегда мы ездим. На всероссийский вот три раза были. Количество наград не умещается в одной комнате. Самый большой трофей, особая гордость, переходящий кубок из Сочи и главное на сегодняшний день для ребят победа. Вот последние мы были в октябре. Вот общекомандное кубок из Сочи и место мы взяли. Тут о легкоатлетическом многоборе, куда входят прыжки, бег, эстафета, метание мяча. И по футболу взяли. Мини-футбол полностью. Семь команд было. Футбол, легкая атлетика, баскетбол и волейбол. Воспитанники детского дома выбирают, каким именно спортом займутся на занятиях по физической культуре. Есть и те, кто тянется к определенному виду спорта. Такие дети дополнительно ходят на секции. Причем городские спортзалы радушно принимают воспитанников детдомов. Бесплатно на стадионах играет на Север-России. Мы бесплатно ходим и посещаем наши бассейны на Север-России. На арену будем. Вам большое спасибо, что мы можем заниматься в нашем городе спортом. Чем хотим и сколько. Ребята отправятся в путешествие 5 декабря, а вернутся уже 9-го. С хорошими впечатлениями, новым опытом и мотивацией приносить округу еще больше побед. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. Далее наша постоянная рубрика «Будем вместе». Героиня – позитивная и жизнерадостная Людочка. Малышка очень ждет того момента, когда сможет покрепче обнять своих будущих маму и папу. Приглядитесь. Может, ее родителями захотите стать именно вы. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Илиада». «Илиада» – надежный партнер. Люди через неделю исполнятся 11 месяцев. Девочка очень общительная и эмоциональная. Она очень любит играть с детьми в манижи. Особенно она любит играть со взрослыми. Ладушки, сорока-белобока, собирать пирамидки. С удовольствием катается в ходунках и ходит за обе руки по группе, рассматривая при этом предметы, которые ее заинтересуют. С аппетитом ест, хорошо спит. Она очень хочет найти себе добрых, ласковых, заботливых родителей, чтобы называть их мамой и папой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Рубрика создана при поддержке торгового центра «Оптстрой ТВ». Владимир Винокур в Уссурийске артист дал концерт с новой программой в честь своего 70-летнего юбилея. Певец, телеведущий, педагог и пародист. Его таланты теперь воочию увидели жители нашего города. Заехал на веселый вечер и Илья Аманатов. Пародист Владимир Винокур навестил Уссурийск со своей новой программой «70 лет шутя». Не каждый день в наших краях народные и заслуженные артисты РСФСР. Поэтому зал Дома офицеров собрал не только горожан, но и сельских любителей юмора. Это хорошее очень событие для нас. Мы приехали из Черниговки после работы, чтобы увидеть концерт артиста. Исполнитель, телеведущий, педагог и просто хороший человек. В начале карьеры Владимир Натанович получил награду из рук первого космонавта Юрия Гагарина. Далее орден почета, благодарности президента. Список заслуг на этом далеко не полон. Неудивительно, ведь артист многопрофильный. Винокур выступал перед кубинским революционером Фиделем Кастро. Пародировал президента СССР Михаила Горбачева, причем в его присутствии. Сатирику уже за 70, но он до сих пор собирает залы. И как оказалось, артиста любит не только старшее поколение. Я пришла на концерт, потому что я увидела этого человека по телевизору, и мне захотелось на него сходить. Мне он вообще нравится. Винокур я всегда обожала, он мне нравится. Все его выступления по телевизору смотрю. Владимир Натанович впервые побывал в Уссурийске более 40 лет назад. Потом с концертами приезжал еще не раз. Сатирик выступал на всех главных сценах страны и считает, что хороший зал нужен и нашему городу. Уссурийск – это история страны. Уссурийск – это прекрасные зрители, интеллигентная публика. И не секрет, что сюда ездят не только легкие жанры, но и ездят тяжеловесы. Единственное, конечно, нужен какой-то немыслимый зал. Для такого города нужен концертный зал. Восьмой десяток пошел человеку, но в хореографии артист не уступает молодым танцорам. Владимиру Винокуру долгих лет жизни. И, надеемся, он еще не раз навестит Уссурийск, чтобы порадовать наших жителей своим сценическим мастерством. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс. «Деньги как из ведра» – это название пьесы, по которой уссурийский режиссер Денис Малютин поставил спектакль. Новая постановка называется «Шальные деньги». На премьере от души посмеялась наш корреспондент Тамара Илюхина. Нашумевший бестселлер – современная французская комедия. Пьесу написал в 2009 году Себастьян Тьерри. Супруги Брюно и Лоранц случайно обнаруживают в своем доме большую сумму денег в евро. Поначалу пару не заботит то, откуда взялись эти купюры. Но буквально на следующее утро Лоранц вновь обнаруживает банкноты, только уже в гораздо большем количестве. Брюно, пожалуйста, иди сюда. Брюно! Как поступили бы вы? Этот вопрос режиссер спектакля Денис Малютин своей постановкой буквально направляет в зал. И зритель задумывается, тратит ли с неба посыпавшееся богатство, заслужили ли Брюно и Лоранц такого счастья, да и счастье ли это, или наказание. Зачем? Почему эти деньги здесь? Почему они хотят везти вас с ума? Почему? Как будто нас кто-то осуждает. Сказали нам, вы англицей? А мы поднялись? Конечно, нет. Мы смотрим на чистризм сатиру, на человека. Опять же, мы исследуем душу человека. Как его можно искусить деньгами? Что в наше время деньги? Что? Вопрос в зал будет, мне кажется, вполне. А что бы сделали вы в этой ситуации? Французский стиль в лучших традициях. Комедия с ноткой абсурда. Возрастное ограничение 18+. Юмор, понятный молодежи и старшему поколению. Но взрослые здесь не только шутки, но и вопросы. Деньги заваливают квартиру супружеской пары. Как это прекратить? И все-таки, что с ними делать? Мне понравилась актуальность и важность этой темы. Сейчас она практически у каждого человека висит взрослого. Это, конечно, выбор. Выбор за тем, что такое деньги для него. Либо мы крутимся вокруг денег, либо деньги крутятся вокруг нас. Спектакль про выбор. Выбор есть у каждого. Что делать? Какое примите вы решение? Это ваш выбор. А я свое решение приму, покажу вам свое решение, свой выбор. Юмора добавляют не только прямые шутки, но и конфликт семьи. Разные взгляды и характеры супругов вначале не дают им прийти к компромиссу и разобраться с падающим на головы состоянием. Когда они начали вытаскивать все эти вещи, начали смотреть, что там, что он там себе купил, что он прикупил своей жене. Ну, наверное, я бы поступил так же, если у меня были бы такие деньги. То есть, как бы, ты и себе не отказал, и жене что-то купил. Очень понравилось. Сейчас был звонок на первый акт, но я думаю, после того, как его прозвонить на второй акт, будет еще интереснее, чем на первый. Как герои воспримут внезапное богатство, станут ли тратить деньги на дорогие подарки? И главное, откуда берутся купюры, узнали Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Вот так сложилась эта неделя. Обо всем важном и интересном мы рассказали в выпусках новостей. В студии работала Анна Клыга. До встречи в эфире.